Силы обороны Украины продолжают атаковать к северу, северо-западу и юго-востоку от Суджи, сообщают в Американском институте изучения войны. Для того, чтобы остановить украинское наступление, армия страны-агрессора перебрасывает в Курскую область подразделения современно оккупированных территорий Украины. Российское военное командование перебрасывает один воздушно-десантный полк и разведывательный батальон 106-й дивизии ВДВ с Северского и Краматорского направлений и как минимум один самоходно-артиллерийский дивизион из состава 20-й мотострелковой дивизии с Кураховского направления в Курскую область. Из отчета СВ со ссылкой на украинских военных аналитиков. Россия перебросила в Курскую область 60 тысяч своих военных. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в начале сентября. Сегодня это число, вероятно, больше. Ранее заместитель директора ЦРУ Дэвид Коуэн отметил, что если Россия попробует вернуть подконтрольные ВСУ территории Курской области под свой контроль, бои для нее будут тяжелыми. Масштабные российские потери в этом случае прогнозирует и эксперт по военной стратегии Мэтью Севилл. Расчет состоит в том, что если украинцы создадут сильную оборону, то смогут эффективно обескровить россиян и эффективно сделать то, что уже произошло в других местах. Если Украине удастся закрепиться и удержаться в Курской области, то попытки России дать отпор также могут привести к большим потерям. Особенно учитывая, что многие российские солдаты под Курском плохо обучены. Многие из них молодые и неопытные призывники. Мэтью Севилл, эксперт по военной стратегии в комментарии Business Insider. Операция в Курской области повлияла на всю линию фронта, ведь российское командование оттягивает не только личный состав, но и военную технику. Кроме того, резервы, сформированные, чтобы усилить российскую группировку на территории Украины, опять же отправляются под Курск. Окупационная армия все так же давит на востоке Украины. Но, по словам главкома ВСУ Александра Сырского, разрыв в соотношении количества снарядов, который раньше доходил до 1 к 10, теперь сократился в разы. На ближайшие недели очевидны две вещи. Украинцам нужно укрепить свою линию фронта на востоке, и они постараются удержать территорию под Курском. Чем дольше они удерживают часть Курской области, тем слабее становится Путин. Чем дольше они будут удерживать часть Курской области, тем лучше будет защищена Украина. Джон Гилли, министр обороны Великобритании в обращении к парламенту Великобритании. Вооруженные силы Украины, по всей видимости, в ближайшее время покидать подконтрольную часть Курской области не планируют. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что операция сил обороны, цитирую, стимулирует у России развитие договороспособности. Кроме того, там напомнили, что обмениваться территориями Киев не намерен. Относительно обмена в каких-либо территориях, мы эту позицию уже высказали. Украина не торгует и не обменивается территориями. Мы считаем, что все-таки в основе должна быть территориальная целостность Украины. И это неприкосновенный принцип международного права, которым Украина торговать не собирается. Наступление ВСУ в Курской области выполняет несколько стратегических задач, говорят в украинском МИДе. Это возвращение войны на территорию агрессора, поволнение обменного фонда для освобождения украинских пленных и давления на Россию. По словам Георгия Тихова, украинский контроль над частью российской территории может подтолкнуть Москву к переговорам. Он также подчеркнул, что операция ВСУ не подрывает мирных инициатив других стран, а наоборот усиливает позиции Украины на международной арене. Валерия Никипелова для телеканала Freedom. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok